Ну, должен сказать, что наше нынешнее протестное движение никоим образом нельзя считать оппозицией, поскольку оппозицией принято в политике именовать силы, имеющие альтернативную программу действий и добивающуюся власти для того, чтобы эту программу воплотить. У наших протестантропов никакой позитивной программы нет. В лучшем случае они считают, что надо восстановить в стране ту обстановку, которая была при Ельцине, деликатно умалчивая о том, что эта обстановка, собственно, и привела страну к тяжелейшему кризису и, по сути, на грань развала. Я к тому времени очень многие вещи в российской политике смотрел уже изнутри и знаю, что до развала действительно дело не дошло чудом. Понятно, что людей, призывающих к такому, невозможно считать оппозицией. Создавать оппозицию нам еще предстоит. Есть несколько центров кристаллизации, вокруг которых она может сформироваться. То есть есть несколько групп с внятными альтернативными политическими программами. Но в любом случае ни одна из этих групп не имеет ни малейшего отношения к белоленточным митингам. И думаю, как только вокруг одной из этих групп соберется критическая масса сторонников, достаточная для того, чтобы средства массовой рекламы, агитации и дезинформации уже не могли эту группу игнорировать, тогда белоленточный протест просто кончится. Потому что все, кто хочет не просто кричать «да здравствует долой», а делать что-то полезное, пойдут в такие группы. Во всяком случае, то, что каждое следующее мероприятие белоленточников набирает меньше народу, чем предыдущее, показывает, что у этого вида протеста никакой перспективы нет. Именно потому, что это протест в чистом виде, без попыток предложить что-то содержательное.